В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Бывший главный физкал области Сергей Кошелев задержан. Против экс-руководителя региональной налоговой службы возбуждено уголовное дело по статье получения взятки в особо крупном размере. Напомним, проработал в фискальной системе региона Кошелев практически 20 лет. 4,5 года до апреля 2017 был руководителем областной налоговой службы. И, как говорят предприниматели, кошмарил бизнес. По распоряжению Кошелева устраивались жесткие проверки. Бизнесменов необоснованно обвиняли в уходе от уплаты налогов, давили на них при помощи силовых структур, привлекая к контрольным мероприятиям людей в масках. Таким образом, Кошелев поднимал не только показатели ведомства, но и, видимо, свое состояние. Согласно декларации о доходах за 2015 год, Сергей Кошелев имеет два земельных участка общей площадью 10,5 соток. На одном из них стоит двухэтажный особняк площадью 245 квадратных метров. Помимо этого, зарегистрировано на экс-руководителя налоговой службы два гаража и автомобиль Митсубиси с так называемыми блатными номерами. По нашей информации, покинуть пост главы фискального ведомства Кошелеву попросили сверху. Видимо, там стало известно о методах его работы и давлении на бизнес 33 региона. После этого налоговик стал чиновником, заняв кресло руководителя Департамента развития предпринимательства. То есть человек, который 20 лет у бизнеса деньги отбирал, вдруг стал поддерживать и помогать предпринимателям. Вот только эту миссию Кошелев выполнял недолго. Через полгода он покинул ряды команды губернатора. После Нового года Сергей Кошелев планировал вновь вернуться к привычному делу, только теперь вне фискальной системы. Экс-руководитель областной налоговой захотел стать налоговым консультантом и за деньги повышать налоговую грамотность своих клиентов. И наверняка этот бизнес-проект принес бы Кошелеву хорошую прибыль. Ведь в налоговой у него остались свои люди – однокурсники и земляки. Более того, один из важных отделов областной налоговой возглавляет жена Кошелева Екатерина. А на следующий день суд избрал ему меру пресечения. Бывшего главного налоговика области отправили под домашний арест на два месяца до 11 марта. Отрезанное от мира. Жители 17 деревень под Вязниками в изоляции. Еще в декабре была разобрана их единственная переправа через Клязьму. Из-за аномальной теплой зимы вода в реке поднялась. МЧС и местные власти решили мост развести. На недавнем брифинге в тревожном ведомстве заверили общественность, что население деревень, а это более 700 человек, обеспечены всем необходимым. Так ли это? Расскажет Никита Королев. Вот так переплавляются через Клязьму на большую землю жители Заречья. Лодки здесь работают как такси, только бесплатно. Из-за аномальной теплой зимы месяц назад река вышла из берегов. Вода поднялась на три метра. Понтонный мост развели. И с тех пор связь с городом Вязники жители 17 деревень поддерживают только вплавь. Таким же способом в деревне доставляют провизию. На другом берегу коробки с продуктами встречают вездеходы. Дорога к населенным пунктам частично затоплена. В деревню Заборочье сегодня автолавка пришла с запозданием. Хоть какого-нибудь магазинчика здесь нет, поэтому машину с продуктами местные всегда ждут с нетерпением. Сосиски свежие, масло сливочное. Купы вот есть, пшено, сигареты, мужчины, кошкам вот даже поесть есть. Вот кошкам поесть возьмем. Продукты приходят за речи два раза в неделю. По словам людей, на их беде коммерсанты не наживаются. Ценник в автолавке обычный. А вот чем недовольны жители, так это действиями властей и спасателей. Они по заверениям деревенских опомнились только когда история буквально всплыла в соцсетях и СМИ. Это сейчас с берега на берег доставляют людей две лодки и один катер МЧС. А еще несколько дней назад переправу организовывал один человек, говорят местные. Прямо при жизни надо памятник ставить этому Ивану. Он, видите, часов, наверное, с 7 утра до 5-6 вечера там. Представьте, такие вот река из река, ветер, ну холодище. Ну вот числа 9-го после праздников. До этого вообще никого не было. Вот маленькие морозы начались после праздника, вот они и появились. До этого никого ничего не было. Вода прибывала, говорю, как хотите, так добирайтесь. Впрочем, в тревожном ведомстве с этим не согласны. Руководство МЧС заверяет, что готовы к такому ЧП были заранее. По поводу позднего реагирования скажу так, что все вопросы были решены заблаговременно. То есть перед разведением моста, когда обстановка начала, скажем так, изменяться и вода начала подниматься, проведено было заблаговременно информирование. Решен вопрос по доставке. То есть те лица, которые шлят перевозку людей, они работают по договорам от администрации. Они были заранее спланированы, выставлены здесь. Ну а развести мост во время половодия пришлось, чтобы его спасти. Иначе бы понтоны просто снесло, говорят в МЧС. И все же люди в деревнях не понимают, почему в 21 веке 700 человек вынуждены так зависеть от какой-то переправы. За последние 30 лет такой поводок в Заречье зимой произошел во второй раз. Но ведь разливается клязь мы еще и каждую весну. Мост также разводит, а подъездные пути затапливает почти полностью, рассказывают люди. Да, у нас остров. Весной получается остров. Кругом. Не выйдешь ни туда, ни сюда. Кругом. Там совсем круто. Там все заливается. Там ни одна машина не проходит. Вот. Чего там Орлова думает? Я не знаю. Как мы тут? Подыхать скоро будем. Так что жители деревень уже много лет ждут вместо понтонного капитальный мост. Старожилы вспоминают, в советское время был даже проект бетонной переправы. Куда же он делся при нынешней власти, мы спросили главу администрации района. Игорь Зинин нам пояснил, что построить капитальный мост в Заречье невозможно. Нужно поднимать не только мост. Делать такой стационарный, допустим. Нужно и поднимать дорогу. Мы просчитывали этот вариант. Подъем дороги должен быть метров на 8, по-моему. При этом нарушается вся гидравлика. По клязь. И один нормальный хороший весенний раздых. И все смоется вместе с мостом и дорогой. Что касается существующей понтонной переправы, ее восстановят, когда уровень воды снизится до 2 метров. На руку спасателя наступившие морозы. В сутки река отступает примерно на 10 сантиметров. Если так пойдет и дальше, мост встанет на место уже через неделю. Никита Королев, Александр Мажаров, 6 канал. Новая дорога развалилась через год. Жители улиц Новоемска и Стасова недовольны ремонтом проезжей части. Его люди добивались много лет. Осенью 2016-го им наконец положили новый асфальт. Но спустя год дорога развалилась. Появились ямы. Граждане опасаются, что теперь ремонта им снова придется добиваться годами. Накажут ли подрядчика за то, что асфальт не приживается? Выясняла Валентин Мартынова. Вот ямы, вот большие ямы, вон заплатки, которые уже полгода назад уже положили в рамках этого осеннего ремонта. И все. И вот такое началось. Оно будет на протяжении всего дорожного полотна. Эту дорогу жители окрестных улиц ждали много лет, рассказывает Артем. Сколько ее помнят, она всегда была как после бомбежки. Ямы, колдобины и непроходимая грязь. И когда на улицу пригнали дорожно-строительную технику, люди не поверили своим глазам. Осенью 2016-го Владимирская строительная компания здесь положила новый асфальт. Почти 3000 квадратных метров дороги городу стоили более 2,5 миллионов рублей. Но радовались ремонту люди недолго. Дороги год, и она уже разваливается. И потом что? Мне до следующего нового условно-капитального ремонта дороги жить с такой же, какой она была до ремонта? Через 9 месяцев я получаю ту же самую дорогу. Здорово. Но потом-то вы не построите новую, потому что деньги налогоплательщиков у вас лимитированы. Почему дорога стала разрушаться спустя год? При том, что она не центральная, а второстепенная, и машин здесь ездит не так много. Неравнодушный горожанин подозревает, что дело здесь не только в том, что асфальт у нас не приживается. Возможно, по его мнению, даже у отремонтированных дорог нет настоящего хозяина и хорошего ухода. Тут просто элементарно. Мониторьте и потом содержите эту дорогу грамотно. И она прослужит чуть дольше. Но год, помимо того, что я свою копеечку отдал в дорогу, я еще две копеечки отдал людям, которые должны смотреть за этой дорогой. Но они не смотрят. Они смотрят, наверное, в свои кошельки больше, чем в дорогу. Артем припоминает, чиновники неоднократно призывали социально активных владимирцев принимать участие в жизни города, в том числе и помогать контролировать работу на объектах. Вот только одним народным контролем здесь не обойдешься. Недобросовестных подрядчиков необходимо вносить в черный список, иначе ситуация будет повторяться из года в год. Чиновники уверяют, такой черный список существует. Компании-однодневки к конкурсу не допускаются. Если где-то возникают проблемы в течение гарантийного срока, дорожники обязаны их устранить за собственный счет. Как только наступит весна, специалисты городского управления жилищно-коммунального хозяйства объедут все, абсолютно все участки дорог, которые были отремонтированы минувшим летом осенью, и составят так называемые дефектные ведомости. И потом уже в формате претензий будут направлены соответствующие документы уважаемым подрядчикам. И как показывает практика, никто из них не отказывается от того, чтобы устранять вот эти выявленные недостатки. В мэрии поясняют, срок гарантии обязывает подрядчика выполнить работы капитально. То есть, если повреждения дорожного полотна серьезные, то его полностью заменят. Ямочный ремонт возможен только при небольших выбоинах на дороге. Валентина Мартинова, Игорь Хребко, 6 канал. Праздник у прокуроров. Система надзорных органов ведет свою историю с учреждения Петром I должности генерал-прокурора 296 лет назад. По этому случаю на торжественном мероприятии лучшим сотрудникам регионального ведомства надзорного органа вручили государственные награды. Кто отличился и какие задачи стоят перед прокурорами, узнал Михаил Масиянчик. Алексей Грошенков пришел в профессию 15 лет назад. Работал следователем прокуратуры, а затем в региональном аппарате прокуратуры. С 2015-го возглавил Ковровскую городскую прокуратуру. Больше всего, говорит Алексей, запомнились уголовные дела, которые он расследовал на первом этапе службы о должностных и коррупционных преступлениях. Только за прошлый год подразделение Алексея Грошенкова направило в суд более 700 уголовных дел. Большая часть уже рассмотрена, и по ним вынесены приговоры. Сегодня Алексей получил награду. Почетный работник прокуратуры. Безусловно, это большая ответственность для меня. Потому что я понимаю, что этой наградой мне оказано высокое доверие. И это доверие нужно оправдывать. Наградили и самых отличившихся работников прокуратуры. Как-никак, 296-я годовщина ведомства. Сами прокуроры отмечают, что их задача – координировать деятельность всех правоохранительных органов в борьбе с преступностью, экстремизмом, терроризмом. И что самое главное – служат они именно обществу. Невзирая ни на какие трудности в нашей жизни, испытания, мировые кризисы, каждый гражданин знает, что его права, как высшая ценность, будут защищены прокуратурой. Что в лице его работников он всегда найдет поддержку и понимание. А вот первое лицо региона заострило внимание на коррупционных делах. Их, к слову, за прошлый год выявлено почти 2000, 18 из которых стали уголовными. Но это не единственная проблема региона. Куромерами выявлено больше 600 нарушений лесного законодательства. Я бы здесь вас просила все-таки усилить эту работу. Лес – это наше богатство. Очень много леса вывозится незаконно. Поэтому давайте продолжать в этом серьезную работу. Незаконные рубки. Перерабатывается эта древесина на частных пилорамах. Все мы их знаем с вами. Ничего они не платят налоги, уходят от наказаний. Здесь надо усилить работу. Кроме того, власти отметили, что по инициативе прокуратуры разработан и в конце прошлого года принят закон о правовом просвещении граждан, который, по мнению чиновников, позволит повысить правовую грамотность населения, а значит и уровень их гражданской ответственности. Михаил Масиянчик, Артем Горчаков, 6 канал. А теперь коротко о других новостях. Шантажируют отключением воды. В сеть попало видео, снятое в одной из многоэтажек Владимира. Молодые люди обходят квартиру и проводят якобы соцопрос. По словам очевидцев, в руках у них удостоверение работников ВД-канала. Представляется пара сотрудниками городской экологической компании. Жильцам дома предлагают купить специальный фильтр для воды. В случае отказа пугают отключением водоснабжения до конца зимы. Пользователи соцсетей добавляют, что подобный рейд на этой неделе проходил уже не в одном доме. Владимирский водоканал заявляет, что не имеет к этой акции никакого отношения. Его сотрудники не ходят по квартирам и не предлагают ничего покупать. Владимирцам рекомендуют быть осторожнее. При появлении таких продавцов звонить в полицию. Вышли из леса. В деревне Уляхина гость Хрустального района по улицам бродит стая кабанов. Прогулку диких животных на телефон снимали местные жители. Как видно на записи, гости из леса в деревне чувствуют себя комфортно. Не боятся ни людей, ни машин. Агрессию не проявляют. Эксперты отмечают, что выход в люди кабаны предприняли в поисках пищи. В лесу сейчас под слоем замерзшего льда дикие животные не могут найти провиант. Эта стая пришла в деревню из заказника Гусь Хрустального района. Кабаны боятся металлических громких звуков, так что прогнать их местным жителям труда не составит. Бородатый забег. В воскресенье во Владимире пройдет уже седьмой забег Дедов Морозов. Новогодние персонажи побегут от Золотых ворот до Соборной площади. Регистрация участников начнется в 11.00 на Театральной площади. Там будут выдавать индивидуальные номера для забега. Первым 300 участникам городское управление физкультуры и спорта подарит еще и шапочки. Кстати, новогодний облик – обязательный атрибут участия в забеге. Завершится соревнование награждением победителей в разных номинациях. На время забега Дедов Морозов центр города закроют для любого транспорта – от Студионной горы и до площади Фрунзе. Объезд, как обычно, организуют под Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбецкой магистрали, Луначарского и другим прилегающим улицам. Не оставил соперникам ни единого шанса. Ковровский Блиердис завоевал золотую медаль первенства России среди юношей до 16 лет. Соревнования проходили в Воронеже в дисциплине «Свободная пирамида». 14-летний Антон Виноградов, представляющий Владимирскую область, успешно дошел до финала, где практически ни единого шанса не оставил своему оппоненту – Владиславу Гришаеву из Челябинска. Ковровский спортсмен набрал 50,5 очков. Его соперник – 38,5 очков. Можно ли обналичить материнский капитал? Сколько и кому теперь будут платить за первого ребенка? Не скажется ли заморозка пенсионных накоплений на будущих пенсиях россиян? И весь ли трудовой стаж принимает свое внимание при определении размера пенсионных выплат? На назревшие вопросы сегодня мы пригласили ответить Людмилу Колпакову, начальнику управления пенсионным фондом в городе Владимире. Людмила Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Михайловна, первый вопрос. Пенсионный фонд начал принимать заявление на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Чуть поподробнее про это расскажите. Исключительно на второго ребенка? И как вообще этот процесс осуществляется? Вот эта ежемесячная выплата, она будет производиться только на родившегося или усыновленного второго ребенка. Это именно детки, которые рождены после 1 января 2018 года или которые усыновлены после 1 января 2018 года. Потому что сегодня к нам обращаются наши мамочки и спрашивают, вот я родила 31 декабря. Конечно, к сожалению, сегодня эти детки не попадут для того, чтобы им можно было оформить эту ежемесячную выплату. Но мы сегодня уже готовы для принятия заявлений. Мы ждем. На эти выплаты сегодня будут иметь право семьи, у которых прожиточный их доход сегодня составляет меньше полутора прожиточного минимума для трудоспособного человека в нашем регионе. В Владимирской области на сегодняшний момент, как в законе указано, мы учитываем прожиточный минимум для трудоспособного человека, который за второй квартал 2017 года, и он составляет 10 616 рублей. То есть, если на каждого члена семьи будет приходиться меньше 15 924 рублей, то эти сегодня семьи могут уже принять решение и прийти обратиться к нам за получением данной ежемесячной выплаты. А сумма этой ежемесячной выплаты? Это сумма ежемесячной выплаты 9 752 рубля. Эти средства будут вычитаться из материнского капитала. В сегодняшний момент, в соответствии с законом, назначение данных выплат будет производиться до полутора лет. В конце прошлого года президент говорил о том, что будут выплачивать пособия и после рождения первого ребенка. Вот этот закон уже начал работать, и опять же, его какие-то основные аспекты, нюансы. Кто может претендовать, на какие суммы? Это тоже все в 418-м нашем законе, который принят как раз практически накануне Нового года. И сегодня ситуация там складывается практически такая же, как и при рождении второго ребенка. То есть, на рождение первенца при сегодня той ситуации, если у них доход, также не превышает полутора-полтора прожиточных минимума. Единственное, что у нас сегодня идет разграничение. Если с рождением второго ребенка при получении материнского капитала, этим занимаются территориальные органы пенсионного фонда. А вот именно первенцами сегодня занимаются органы социальной защиты населения. Пара недетских вопросов. Продвина заморозка пенсионных накоплений. Еще раз, Людмила Михайловна, поясните, что с пенсиями сейчас происходит, в каком они состоянии, где и как влияет эта заморозка на суммы. Те, кто сегодня получают пенсии, их это совершенно не касается. Сегодня это касается только тех граждан, которые будут нашими будущими пенсионерами. То есть, это граждане 1967 года и моложе. На сегодняшний момент, в соответствии с указом президента, с 2014 года происходит мораторий на направление денежных средств на пенсионные накопления. А вот именно они направляются на сегодняшний момент на страховые выплаты. Что это означает? Чтобы наши люди понимали. То есть, никуда никакие деньги не сгорают. Они ни в коем случае не пропадают. То есть, вот до 2014 года, ведь каждый гражданин все равно имел накопление. И они сегодня так и работают в негосударственных пенсионных фондах. То есть, они туда, куда хотели наши граждане направить, они их направили. И там эти пенсионные накопления инвестируются, получают доход и продолжают работать. Так, с этим понятно. А вот с 2014 года и по сегодняшний момент, и на 2017 год мораторий продлен, значит, все эти средства просто направляются на вашу страховую пенсию будущую. И получаться будет, что просто-напросто у вас эти суммы будут индексироваться, как при индексации страховой пенсии. А что означает тогда вот этот замороз? Ну, то есть, на сегодняшний момент, как бы, все эти денежные средства идут только на страховую часть пенсии. Не на накопительную, а на страховую. То есть, у нас с вами будет получаться, что до 2014 года у вас будут деньги работать на вашу накопительную пенсию. А вот с 2014 года ваши деньги уйдут для начисления страховой пенсии. То есть, ваши денежки просто разделятся на два вида пенсии. И от этого их размер не изменится. Поэтому сегодня, к сожалению, многие агенты негосударственных пенсионных фондов ведут очень такую неправильную агитацию, когда ходят по домам. Они сразу начинают с того, что все деньги, если вы сейчас не напишите заявление, не заключите с нами договора, то все деньги ваши пенсионные накопления сгорят. То есть, вот это, конечно, неправда. На сегодняшний момент, каждые рубли, заработанные человеком, которые сегодня произведены уплата в пенсионный фонд, они все сегодня работают. Один из основных аспектов – это стаж человека. И вот и нам очень много звонков поступает, что в тех или иных, ну понятно, каждый случай индивидуален, разбираются индивидуально, но тем не менее, в том или ином случае не засчитали стаж, отработанный в советское время на каком-нибудь предприятии. Вопросов о трудовом стаже сегодня очень много. И связаны они, конечно, с тем, что, к сожалению, кадровики, которые работали в свое время на предприятиях, не всегда внимательно относились к правильности заполнения трудовых книжек. И ситуации сегодня складываются так, что люди приходят для оформления пенсии, а оказывается, что у них неверно заполнены трудовые книжки, неполные данные в трудовых книжках, нет печати в трудовых книжках. И проблема в том, что многие предприятия сегодня просто не существуют, и в архивы их документы никуда не попали. Но, уверяю вас, прежде чем уже в конце концов выносить решение о том, что стаж включить нельзя, мы очень много работаем и помогаем сегодня нашим гражданам. Потому что мы пытаемся найти вместе с ними архивы. Если архивов сегодня нет, просто документы уничтожены, то мы пытаемся сделать опрос свидетелей, подтвердить этот стаж. Если это не получается, мы рекомендуем обратиться в суд за восстановлением стажа. И если уже вообще не получается помочь сегодня человеку, то, к сожалению, да, приходится в некоторых ситуациях этот стаж просто не учитывать при начислении пенсии. А какая-то служба для этого в пенсионном фонде? Да, у нас есть специальный отдел, который называется отдел оценки пенсионных прав. Мы сегодня специально за полгода приглашаем людей прийти к нам, чтобы оценить их трудовые книжки, их документы о стаже, чтобы оказать им содействие как раз в том, чтобы, когда человек уже исполнится, да, его пенсионный возраст, чтобы к этому моменту подготовить все документы для назначения пенсии. Спасибо большое, Людмила Михайловна. Я напомню, мы беседовали с начальником управления пенсионного фонда в городе Владимире Людмилой Колпаковой. От рождественского вертепа и пряничных домиков до духовных песнопений и авторских стихов. Во Владимире завершился 20-й творческий конкурс для детей и молодежи под названием «Рождественская звезда». В нем поучаствовали более тысячи ребят из разных школ и детских садов города. Чем юные таланты удивляли жюри, узнала Маргарита Махрова. Для Комаровых Рождество – особый праздник, который объединяет всех членов семьи. В этом году на городской творческий конкурс «Рождественская звезда» своими руками они сделали вертеп – знаменитую сцену из хлева, где люди и животные приветствуют новорожденного Христа. Мы каждый год делаем разные семейные работы. Нам помогал дедушка в корзину, он плетет у нас корзины. Папа нам помогал, сестра у нас старшая. Я делала барашков, ребенка и кроватку. А из чего барашек? Из пластилина. Эту большую рождественскую елку вместе с педагогом несколько месяцев делали воспитанники секции технического моделирования. Вместо обычных игрушек на елке – настоящие часы и деревянные картины. За такую работу юные художники получили гран-при. Мы взяли шаблон, начертили, а потом выпиливали, шкурили, красили. Ее долго делать, именно вот такое вот очень долго делать. Доволен результатом, что вы все вместе победили? Да, очень доволен. Очень доволен. Свои работы на эту выставку представили более 300 детей от 6 до 18 лет из школ и детских садов города. Главное условие – передать в работах свое ощущение от одного из главных христианских праздников. По словам жюри, выбрать победителей из такого количества участников было очень трудно. Большое количество работ было именно живописных работ, потому что это связано с особенностью детского восприятия. Яркие образы, которые рождаются, они, конечно, находят отражение вот именно в красках. Детский рисунок, его вообще очень сложно оценивать. Он нес тепло в сердца людей, и будто тысячи огней светился взгляд ребенка Бога, зло прогоняя и тревогу. Это стихотворение восьмиклассница Варя написала сама и сегодня прочитала на конкурсе в номинации «Духовная поэзия». Название стихотворения «Спасение» писала достаточно долго, сидела вечерами, подбирала слова. Стихотворение о том, как на людей влияет вера, как Бог появился и как люди отреагировали. В этом году городской творческий конкурс «Рождественская звезда» проходит уже в 20-й раз. Он объединяет самые разные виды искусств. Одна из главных его целей – знакомство детей и подростков с русскими традициями. С каждым годом участников становится все больше. Ветхый праздник Рождества, путь со мной, мой друг, не дай вас, звезда, свой общерзий круг. Маргарита Махрова, Егор Хребко, 6 канал. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации. Оставайтесь с Рэншистым каналом. До встречи. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин